Добрый вечер, привет! Я попробую записать видео ещё раз, и, наверное, на этом всё. А вообще стал задумываться о том, запишу я это видео или не запишу, что действительно изменится и как это поменяет мою или вашу жизнь. Но идея, по которой я записываю видео, наверное, заключается в том, что мне хочется научиться говорить, и говорить красиво, говорить открыто, понятно, чтобы это звучало естественно. И так или иначе, мне кажется, с помощью таких мелочей я понемногу преодолеваю эти неудобства, эти сомнения, волнения. Так или иначе, говоря на камеру, я каким-то образом инвестирую в своё светлое будущее. Мне хочется, по крайней мере, в это верить. На самом деле, история, о которой я хотел бы рассказать, возможно, вы себя в ней тоже узнаете, она заключается в следующем. В том, как прошли мои выходные. И ещё хочу сказать, что недавно подошёл к концу мой рабочий воскресный день. Так вот, история пойдёт о том, что в эти выходные мы ездили в Костка. Кто не знает, Костка — это огромный американский гипермаркет, это сеть. Они есть в разных странах мира. И в целом, тех, кто живёт в развитых странах, словом, гипермаркет удивить достаточно сложно. Но этот гипермаркет открыл свой Америке ещё в прошлом веке. И, например, мне кажется, что людям бывшего поколения, то есть, окажись они в этих гипермаркетах в то время, на них бы, наверное, это провело определённое впечатление. В свою очередь, меня тоже удивило, потому что, когда я смотрел на размеры продуктов, которые продаются в этом магазине, аналогов, наверное, я нигде не встречал. Например, пачка чипсов по ширине реально как размер моих плеч, а в высоту — с половиной моего тела. То есть, кто предпочитает есть чипсы такими порциями, остаётся для меня загадкой. При том, что людей там было нереальное количество. Мы приехали, простояли в очереди на вход порядка, ну, может быть, 10-15 минут. Наверное, даже 10. А когда мы выходили, и была причина, по которой я хотел вернуться, сейчас я как раз о ней расскажу. Очередь растянулась на огромный этаж парковки, на огромный этаж, то есть там машин, там сотни их, и по периметру люди стояли в очередь с тележками, с семьями приезжают. То есть, я не знаю, мне кажется, они бы там простояли 5 часа 2, 2,5, может быть, даже больше. Людей очень много. Новогодняя обстановка чувствуется в магазинах, чувствуется на улицах Токио, но она чувствуется, что создана искусственно и во многом приобретает именно оттенок того, чтобы использовать это как маркетинговый ход, потому что снега на улице нет. Более того, пятница, суббота были нереально тёплыми, ребят. Я такого никогда не испытывал. Никогда, абсолютно. 20 градусов тепла в середине декабря. Что, простите? Я вырос в Нижнем Новгорода. У нас всегда, особенно в моём подростковом возрасте, был снег. Как может быть плюс 20 градусов? Я выходил на улицу снимать видео, при том, что к вечеру всё равно должно бы остужать как-то воздух, ощущаться прохлада. Нет. Дух, тёплый тропический воздух. И было настолько тепло, что не хотелось уходить домой. Я даже вышел, прошёлся вокруг. И мне 29 лет, а я на это смотрю как ребёнок. То есть я чувствую, что это неестественно, что климат определённо меняется, какие последствия для нас это будут в будущем. Большой вопрос. Но меня это впечатливо удивило. Да, это факт. Так вот, по поводу урока, который я извлёк, хотел об этом ещё вам рассказать. Мы ездили в Костка с нашим руководством. И в большей степени мы следовали им. То есть в ту секцию, куда они идут, мы им следовали по пути. Брали продукты, которые нам нужны. Но одна из основных идей, по которым я ехал в этот Костка, заключалась в том, чтобы съесть хот-дог с напитком. И когда мы были на кассе, то есть мы ходили там около полутора часов, не спеша все выбирали, собирали, в итоге набрали огромное количество продуктов. Всё классно, всё здорово. И на кассе я отошёл в сторону, возвращаюсь, и вижу, что все идут к выходу. А с левой стороны от меня, то есть как фудкорт, где это заняло бы пару минут, взять этот ходок, напиток, мне этого хотелось. Я не могу этого объяснить, возможно, вы понимаете, когда, но просто чего-то хочется. Но я решил, что, наверное, не стоит задерживать других людей. Да и плюс, я понимал, что все мы едем в одно место, чтобы потом все вместе вкусно покушать. И в итоге я сказал, всё нормально, да, всё идём. Впоследствии я думал, что мне стоит вернуться, хотел вернуться, потом уже думаю, нет, огромная очередь. В итоге мы едем. И я понимаю, что я расстроен из-за того, что я не съел хот-дог с напитком. И это не от жадности того, что я лишил себя такой мелочи, а из-за того, что я пренебрёг своим простым хочу. У меня не так много хотелок, у меня не так много желаний. И пренебрегать и лимитировать себя во благо других людей, наверное, это одна из вещей, до которых я уже доходил так много раз и понимал, что в следующий раз обязательно делаю то, что мне хочется, потому что, во-первых, это никому не мешает, а во-вторых, на самом деле, это во-первых, мне от этого будет хорошо. Ну, как-то, когда есть возможность проявить себя вежливо, показать то, что я готов уступить в каких-то мелочах, в моменте это берёт надо мной верх. я над этим работаю. И будем продолжать работать над всем остальным, наверное, да. На этом всё. Сейчас уже холодает, включили кондиционер, потому что холодно. Да, интересный факт, в Токио, как и в большинстве, в большей части Японии, нет центрального отопления, поэтому люди в основном греются с помощью кондиционеров, различных хитеров, обогревателей и так далее. Но такого термина понятия и таких вещей в доме, как батареи, как правило, нет. Хорошего вам вечера, спокойной ночи и до скорой встречи.